20 июня, в день, когда группа компании «Восток Цемент» выпустила миллионную тонну своей продукции, для ее сотрудников среди ясного неба буквально прогремел гром. Работники шести предприятий узнали – счета компании арестовала Генеральная прокуратура. Потому что что для нас такое вообще компания «Восток Цемент»? Компания «Восток Цемент» в первую очередь – это наши люди. Это люди, которые работают на заводах, за которыми стоят их семьи, за которыми стоят их дети. Позиция наших руководителей всегда была такая, что мы работаем в белую. Собственно, мы в первую очередь выполняем наши обязательства перед нашими партнерами, перед нашими клиентами и в первую очередь перед нашими работниками. Это значит, что наши работники гарантированно получают заработную плату два раза в месяц. Выполнить свои обязательства в первую очередь перед сотрудниками и клиентами – такие задачи сегодня ставит перед собой группа компании «Восток Цемент». Ведь арест счетов – это остановка предприятия. Между тем, ни в один из кризисов – ни в 2008, ни в 2014 году – здесь даже не задерживали заработную плату. Мы хотим работать. Мы хотим, чтобы наши предприятия работали, чтобы наши сотрудники хотели на работу, чтобы они имели возможность получать и заработную плату, и социальные гарантии, которые у нас очень обширные на предприятиях. Шесть предприятий, половина из которых градообразующие – «Спаск Цемент», «Теплоозерский цементный завод», «Якут Цемент» – обеспечивают жизнь в моногородах. Остановка «Якут Цемента» грозит поселку Моксоголох срывом подготовки к отопительному сезону. Между тем, морозы зимой в Якутии достигают минус 50 по Цельсию. Водозабор на Теплом озере – это вода, это обеспечение водой наших сотрудников, жителей поселка. А сколько в этих поселках живут людей? Это большие поселки? Ну вот по «Спасцементу», по-моему, 1,5 у нас работает на «Спасцементе», по Теплому озеру, по-моему, где-то 1,3, 1,3 на Моксоголохе. Но это вот… От рабочей силы этих поселков, да? Да, считайте семьи, умножайте на два. Ну то есть предприятие, оно вот в поселке единственное. Люди ходят туда на работу. Там у нас целые семейные династии, у нас в двух поколениях люди работают на заводах. Это сейчас люди остались без средств к существованию, родители, дети. Продолжать выплачивать своим сотрудникам заработную плату и обеспечивать строительную отрасль региона цементом. Сотрудники группы компании «Востокцемент» сегодня живут в тревожном ожидании. Вот как прокомментировал закрытие заводов «Востокцемента» директор строительной компании «Система» Алишер Аббасов. Сама ситуация, конечно же, отрицательная. Не будет цемента, заводы не будут давать бетон. Соответственно, не будет строиться вообще ничего. У нас единственный поставщик цемента – это спасцемент и основной материал, который используется на стройках – бетон. Понятно, что в связи с этой ситуацией произойдет стагнация всех процессов. Для строительной отрасли это очень плохо и недопустимо. В студии «Радио Лема» также говорили, что арест счетов предприятий неизбежно приведет к невозможности внесения соответствующих налоговых платежей. Недополученные налоги, безусловно, опасны для всей социальной системы. Ведь они идут на пособия, выплаты и поддержку нуждающихся групп населения. Только по Спаск-Цементу среднемесячная сумма налоговых отчислений составляет около 250 миллионов рублей. План налоговых отчислений на второе полугодие 2019 года составляет более полутора миллиардов рублей. Но, видимо, столь отдаленные последствия Генеральная прокуратура, наложившая через Басманный суд Москвы арест на расчетные счета предприятий «Восток-Цемента», не просчитывает. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.